Начну я с мероприятия, наверное, о котором вы слышали, это вот концерт в поддержку Артемия Троицкого, который в конце концов состоялся, и вот сейчас я беседую с журналистами, они говорят, что вот, может быть, даже это как-то поимело влияние на то, что суд, допустим, отменил денежный штраф в 130 тысяч рублей. Вот, не знаю, насколько концерт повлиял, но, по крайней мере, что-то произошло в пользу Троицкого. То есть мы хотели, ну, помочь, значит, что-то уже помогли, общественное мнение не дало, просто так вот закатать Троицкого в асфальт, вот этого у них не получилось, значит, народ за него вступился. Если вы не знаете, из-за чего я так сильно вступился за Троицкого, организует концерт и всячески объясняю, я рассказываю историю, потому что, может быть, неясна одна самая, на мой взгляд, опасная вещь с его этими судами. Люди, которые подают него в суд, они оскорблены, якобы, вот, и они подают в суд на деньги. Ну, это можно понять, да, человек оскорбился, вот если так, не подразумевая, что в этом деле есть какая-то подоплека, что человек оскорбился, Троицкий тоже сказал, сказал на концерте, сказал в телепередаче, человек подал за оскорбление и требует денежную компенсацию. Гражданский суд. Это я еще как-то могу, но в то же самое время, эти самые два человека, этот бывший майор ГИБДД Хованский и бывший музыкант группы Агаты Крести, Вадим Самойлов, они подали на Троицкого такие же точно, но уголовные иски. Вот. И вот это мне уже совсем не нравится, потому что музыкального критика за критику судят в уголовной статье. Среди возможностей наказания по этой уголовной статье там, как я понял, вплоть до двух лет посадки. Вот. И, значит, вот мы дожили до чего, что нашего ведущего музыкального критика, я считаю, что у нас ведущий в стране музыкальный критик Артем Троицкий, заслуженный, все его знают. И его за критику судят по уголовной статье. Сам Артем считает, что, потому что он ходит на эти суды, он считает, что вот эти два иска, они скоординированы, потому что он даже видит, что одни и те же люди ходят, что на суд Хованского, что на суд Самойлова, одна и та же вот эта команда, не знаю, кто там они, адвокаты, советчики. То есть они друг другу общаются. Вот. Потом у него еще сейчас пятый иск подал. Это некто Киселев, вот, который был в этом скандале с фондом федерации, когда приезжали кинозвезды, играли что-то, пели для детей, а потом ни денег, ничего. Да? Вот. Ну, вы слышали, вот это вы знаете, наверное, да, потому что это тоже, опять же, широко обсуждалось. И Троицкий прокомментировал в «Новой газете» вот эту ситуацию. Так вот этот Киселев, который организатор вот этого мероприятия, где вот были эти все звезды, и пел песню «Путин», тоже подал и на «Троицк», и на «Новую газету». То есть Троицкий сейчас имеет пять судов. Я не знаю, это рекорд Гиннесса или нет, но я вот что-то не припомню. Исходя из того, что Троицкий последние годы как бы расширил свою область критики непосредственно из сугубо музыкальной, я бы скажу, там, культурной направленности, он стал рассуждать вообще о жизни в стране, об обществе, о политике. И когда он говорит, он говорит без тормозов Троицкий. Неважно, это на камеру, где-нибудь там без камеры, на микрофон, без микрофона, он говорит без тормозов. Дома-то он не доходит, но говорит он то, что думает. И многим это не нравится. Я считаю, что он имеет полное право. Свобода слова гарантирована Конституцией, он ее использует. Если кому-то это не нравится, но это тогда их проблема, и они могут решать, что, как вот поступать, или с ним начинать разбираться, звонить ему и говорить, что ты там извинись, или там еще что-то. Но во всех этих делах, которые вот на него заведены, к нему никто не обращался, вот обычно, как бывает. Ну, чисто логически. Я прошел в Америке, я точно знаю, что суд, к рассмотрению вот такие иски, если кто-то чего-то на кого-то сказал, что сосед там козлом обозвал соседа, суд не примет дело к производству, если вот истец не докажет, что он пытался сам договориться и как-то разрулить эту ситуацию на уровне, просто на человеческом уровне. Потому что первый вопрос будет, а пытались ли вы как-то уладить отношения с министром Джонсоном? Он скажет, я пытался, я там ходил к нему, я ему звонил, я там ему и орал там, и все, и там. И он мне ни в какую. Вот теперь остается только в суд. Тогда судья еще подумает и скажет, иди еще туда с ним, парень еще. То есть есть какая-то, ну чисто человеческая, какая-то первая вот ситуация, когда люди могут разрулиться, потому что кто кого обозвал пуделем, судят из-за чего, из-за пуделя, да? Он меня пуделем и позвал. Естественно, мог бы с ним созвониться, встретиться, прислать своих знакомых, да? Ну как угодно, да, пойти и разобраться. И потом бы сказал, тогда я тебя в суд подаю. Вот ты не хочешь там, иди извинись там, или там заплати мне какую-то сумму. Вот сейчас дай мне денег, и все, и вопрос исчерпан. Ну, по-человечески, потому что это, ну вот, человек обозвал другого, да. И всегда есть просто вариант, не говорят, а что он ему морду не добил, вот это не доводит, когда чисто вот уже, как бы называется этим, взял его дело в свои руки. Такое тоже бывает. И на этом обычно все исчерпывается. Там кто-то кому-то дал в лоб один раз, и на этом все так хочешь. Я не призываю, но, по крайней мере, говорю, что есть какие-то пути до судеб. Вот. Иначе суд не примет. Но я говорю, вот точно в Америке. Я знаю, что суд бы не принял, если бы не было каких-то попыток у истца как-то разрулить ситуацию с обидчиком. Здесь не было ни одного, ни звонка, ни обращения, ни через каких-то третьих лиц, еще чего-то, как-то, через прессу. Не было ничего. Более того, никто даже толком и не понимает, чего произошло. Вот мне говорят, Вася, ты что там это, что-то вступился, а что произошло? Бузель ему позвал. Говорю, ну что он больной, что ли? Ну, люди не понимают, потому что из-за чего сыр бортились. Вот. И сразу на Троицку посыпались эти дела, два из которых уголовно, гражданские, если на деньги, там, на миллион рублей он требует с него. Хованский, кстати говоря, с Троицкого хотел полмиллиона рублей, просудили 130 тысяч, но вот сейчас суд, Мосгорсуд, высчитающий инстанцию, отменил. Но ИС не отозван. То есть он вернулся опять в Гагарский суд на досмотрение, на доследование, не знаю, как это точно называется. Вот. И, значит, провели мы концерт, а когда мы стали делать концерт, то вот все, что происходило с концертом, я, как его организатор, столкнулся со всей этой мерзостью, вот этими все серыми кардиналами, которые там нажимают кнопочки и звонят, куда там кого-то пугают, и люди разбегаются, это просто, ну, как бы, проявилось, что да, эти дела заказны. У них есть вышестоящие заинтересованные лица, потому что какого черта будут звонить из президентской администрации, из общественной палаты, в ЦДХ и требовать отмены концерта. Потому что... А нет, откуда знаете, скажем. А вы откуда знаете, что там, кто-то с кем-то судится запомнили, вот вы откуда знаете. Сейчас там тысячи судов походят в Москве каждый день. Вот именно этот откуда вы знаете, раз вы не при чем. А кто-нибудь из вас был на концерте в этом клубе «Хлеб»? Кто-то был. Много видео лежит в сети, наверное, видите. Ну, конечно, концерт, в конце концов, стоял, слава богу, что вот это вторая площадка, клуб «Хлеб». Ребята оказались не из робкого десятка, эти владельцы клуба, те кто там работают, то есть их вот таким наездом, прокурор, МЧС, пожарник и участковый их не напугал. Потому что этого обычно бывает достаточно. Такого захода, и все, и все сразу же сливаются. Это не слились. А потом, исходя из опыта, что произошло в ЦДХ, зная, что такая гадость может продолжаться, попытаться сорвать концерт, то есть и я со своей стороны, и ребят в клубе, мы подготовились. То есть это было ожидаемо. Мы не ожидали, что это ровно за день до концерта произойдет, и продолжалось еще до обеда в день концерта. Вот я могу поделиться, что единственное, что можно делать, это биться за свои права. Вот эти все звонки, потому что они боятся засветиться. Вот эти люди, эти серые кардиналы, сколько я требовал у ЦДХ дать мне имена и должность этих людей, которые им звонили. Они за них, и за них горой стоят. И настолько запуганы. Ну, по-другому я не могу ответить. Почему они... Если звонил какой-то человек из администрации президента, может, мне звонил такой и такой. Я ничего не могу сделать, я отменяю концерт, потому что вот я не могу. И все равно они стоят стеной. Значит, они их дико боятся. С другой стороны, сам ЦДХ, он тоже, если вы посмотрите, какие проходят там мероприятия, там проходят какие-то меховые салоны, меха в ЦДХ, ярмарки недвижимости, ведущих строительных компаний типа СУ-155 и компании ПИК. Аренда в ЦДХ у тебя просто поинтересовался для выставок, там галеристы время от времени выставляются, по-моему, 250 евро квадратный метр. Квадратный метр. Аренда, вот выставить, да, галерею, да, несколько картинок повесить, ну, это как минимум от метров сорок, наверное, развести, вот, за неделю, сколько там, 10 тысяч евро, получается, да. вот такие там происходят как бы бизнесы, то есть, наверное, это тоже как-то поврело, что они сразу же так точно, товарищ серый кардинал, и все, никакие концерты, потому что, наверное, там есть ничего копнуть. Ну, это как мои наблюдения, мои соображения, то есть, вот меха в ЦДХ, и сами потом художники, которые общались с дирекцией ЦДХ в недалеком прошлом, они не удивились, они говорят, они со всеми так себя ведут, то есть, чего ты, Вот, ну, худо-бедный концерт состоялся, кто не был на концерт, я там тоже принес сувениры, на всех не хватит, но тут значки, значки, войдешь в троиску и по носу, он на память. Вот, и на этом дело не кончилось, то есть, вот мне, как человек, который поддерживает Троицка в этой нелегкой ситуации, я сейчас собираю треки для такого экстренного альбома «Помощь Троицкому». То есть, я сделал альбом «Сборник», вот, и по возможности мы его будем распространять, а все средства, которые будут получены у нас, в стране, этого компакт-диска, пойдут в фонд Троицка. У Троицка он завел сам свой личный этот Яндекс.Деньги кошелек, потому что люди спрашивали, кто не в Москве находится, которые хотят его поддержать, пожалуйста, можно переводить, значит, на Яндекс.Деньги, это его собственный счет, заведен на него, на самого, на Троицкого. То есть, вот на нашем сайте содержание.ком, там этот номер счета, говорю, почему, потому что стали появляться липовые счета, как вот у нас в стране бывает, даже в этом деле стали появляться липовые счета, которые якобы для Троицкого. То есть, мошенники тут, как говорят, отличились. Так что, пожалуйста, единственный точный номер висит на сайте содержания.ком. Если есть какие-нибудь вопросы, потому что сейчас вот буду вот по разным темам говорить, вот, в принципе, я рассказал про концерт и дальнейшие действия, значит, поддержку Артемия Троицкого. Может быть, может быть, мы еще концерт проведем, в зависимости от того, как сейчас пойдут ссуды. Можно вопрос? Да, пожалуйста. А вот, ну и хлеба, было бы готово на неземной площадке. Если бы вы пришли, а там раз, или... тут вот какая ситуация. Запасные площадки у меня было две еще. Так? Но, из-за того, что наезд вот этот с проверкой на клуб хлеб состоялся за день до концерта и продолжался до обеда дня концерта, то есть, мы бы просто уже не успели бы ну просто анонсировать, анонсировать, куда ехать, и... поэтому план был такой, что мы будем биться до последнего, чтобы концерт прошел в хлебе, и... и все так и получилось. Ну, варианты были, но вот это, когда до концерта остается три часа, и уже идет время саундчека, а представители клуба находятся в Пресненской прокуратуре в кабинете, идут разборки, то уже другой площадь, и говорить, ну просто физически невозможно. Уже музыканты приехали в клуб на саундчек. Ну, так что... И так же, как вот урок этого всего, что вот ребята из клуба хлеб, они не испугались, они подготовились, серьезно подготовились, наезд был ожидаем, вот там, после Цедыховского, что произошло там, наезд был ожидаем, они подготовились, и как и планировалось, что будет какая-то такая проверка на пожарную безопасность, они хотели клуб закрыть. Клуб закрывается, все, а клуб, он постоянно работает, это не то, что вот единственное мероприятие, у них там, посмотрите на сайте, проходят регулярно концерты, он работает в клуб, и всю документацию они подготовили, ожидая этого. И почему это перешло на второй день, уже на день концерта продлилась эта проверка, вот эти все разбирательства уже в самой прокуратуре, здании, у них не было всех документов, потому что, как я понял, невозможно хранить вообще все-все-все-все документы в клубе, а те стали требовать вообще все-все-все-все документы, они сказали, мы их завтра привезем, потому что клубы мы храним вот самые необходимые. То есть они привезли, и у них не получилось клуб закрыть. И с другой стороны, шум поднялся, вот, кстати говоря, тоже как урок этого всего, когда вовлечены средства массовой информации, радиостанции, те, которые сразу дают что-то в эфир. Дают что-то в эфир. И в связи с отказа ЦДХ проводить у себя концерт, для меня вышло большое количество журналистов, которые работают в информационных агентствах, ну, типа там, Реановости, Интерфакс, и в таких вот в прямом эфире радиостанции, как Эхо, Москвы, Коммерсант, ФМ, Сити, ФМ. Когда они узнают какую-то новость, они вот тут же дают в эфир, вот тут же. Когда там шла, продолжалась проверка здания самой прокуратуры в пятницу, в 12 часов дня, об этом информировала радио, потому что это моментально может подпередать информацию. И это тоже повлияло, что они все-таки не рискнули. Потому что клуб закрыть можно почему угодно. Лампочки не того цвета, все закрывают. Или просто закрывают, потом объясню, почему все опечатали. Или приезжают это маски, шоу-приз. Ну, как угодно может быть. Ну, вот они, в конце концов, я считаю, что все-таки у кого-то там здравый смысл победил, хотя все, что происходило здравым смыслом вообще никаким не отличается. Ну, последнюю секунду, и я не вижу, что ребята не разбегаются. Ребята не боятся ходить бумаги, вот бумаги. Что еще надо? Еще бумаги, вот еще бумаги. Такие проблемы. Вот. Так что, так. Я правильно помню, в Кройский ему, наверное, уже входил, у вас интересует это как? Значит, вот еще в отношении вот этого отказа ЦДХ предоставить концертный зал уже после того, как мы с ними договорились. Мы же отпечатали уже флайеры, все отпечатали. Причем согласовывая с ЦДХ, какие флайеры, что мы будем писать, все согласовали, все я отпечатал. И они настолько извивались, и, наверное, до сих пор развиваются, как уж на сковородке, я отменил концерт ЦДХ по объективно-субъективным причинам. на полном серьезе вот этот Василий Бычков, который директор ЦДХ, вот такие до этого интервью я отменил по объективно-субъективным причинам. А что касается Троицкого, то он им очень помог в деле, когда ЦДХ планировало захватить Батурина. Я не знаю, вы слышали эту историю, был тоже такой громкий процесс. Идея была такая, чтобы Батурина захватила этот ЦДХ, его снесла, а на его месте построила комплекс апельсин. Даже были какие-то вот эти 3D-макеты апельсина, не знаю, вы видели, да, какое-то ужаснейшее издание, похоже на апельсин. Так вот, Троицкий лично сам помогал им отбиваться от этой Батурины по своим каналам, там, ну, включился в защиту ЦДХ. Вот так они ему подблагодарили. Так они его подблагодарили. А вот это я не знаю. Так, значит, про это дело заканчиваю. Вот еще тут у меня есть несколько остались этого концерта. Также, кто хочет, может ознакомиться, это независимый экспертный доклад ДТП на Ленском проспекте, вот из которого появился этот истец Хованский. То есть, я не знаю, помните ли вы, не помните, следили вы за процессом, что когда произошло столкновение Мерседеса с этим Ситроеном, в котором погибли две женщины, и Лукоиловского начальника Баркова, первым туда приехал Хованский, и он тут же озвучил, что виноваты женщины в Ситроене. Озвучил. Не имея никакого права, ничего. И в конце концов дело замяли и обвинили все равно их. Но при поддержке Федерации автомобилистов России, так как фар, общесиние ведерки, вот эксперт, который этим занимается по профессии, сделал свой доклад на 90 страниц. Я его попросил сделать на одну страничку, чтобы мы могли бы раздавать, чтобы любой человек сразу же понял, в чем суть дела. А если хотите все 90, тут в сети есть адрес, где вы можете скачать полностью ознакомиться. Так что я вам тоже передал листки, пожалуйста, ознакомьтесь, чтобы у вас было информированное мнение по этому ДТП на Ленинском проспекте, которое замяли, закрыли, обвинили во всем этих женщин, но сейчас все-таки пытаются его опять как бы открыть. На уровне конституционного суда, по-моему, родственники вот этих погибших хотят, чтобы дело опять возобновили и продолжалось расследовать. Так, это значит все, что связано с концертом Троицкого. А Барзыкина там не должно было быть. Где, в ДТП? В концерте. В концерте Троицкого. А, Троицкого? Да. Нет, дело в том, что опять же, вот еще сложность была в том, что когда ЦДХ отказал 10 июня, у меня практически не было выбора по дате. Это должно было именно состоять 10 июня, потому что все музыканты, которые где-то ездят, скажем, известные музыканты, которые занимаются делом профессионально, начало июня такое, начало такого летнего гастрольного сезона. Проходят первые фестивали, там, типа, рок над Волгой, Кубана, там, еще фестивали проходят и гастроли. Тем более, это пятница, так, это практически первая пятница начала лета. Везде, везде, везде мероприятия даже в клубах. И многие подстроились, вот тот же Юра Шевчук, потому что он идет в деле, тоже он участвует, потому что он премию, антипремию плохим милиционерам, он давал стройские вместе на концерте ДДТ, ДДТ на прошлый день милиции. И он все хотел, чтобы его тоже сделали с ответчиком, но его не хотят. С соучастниками, да. Но его не хотят. у него не было команды, наверное, да. Короче говоря, именно вот 10 число и так я и держал, потому что иначе бы резко поменял состав участника. И главное, что в Чуд понесу, потому что у него на следующий день как раз был рог на Долгой, он был ехать. Вот, и поэтому тоже был бы такой момент усложняющий без того, просто что я день не мог поменять. И Барзыкин он в Питере и в Москве его не было и у него по-моему еще какие-то дела были. Все, кто принимал участие в концерте, они сами проявились. Вот еще немаловажный как-то урок того, что сколько людей, музыкантов, которые крутились вокруг Троицкого, все к нему ездили за советом, все у него спрашивали, как-то с ним дружили, они разбежались от него как крысы. Какой с ним это начало происходить? Я не буду называть нескольких музыкантов, просто чтобы их как-то в черном свете пусть они сами свои душевные проблемы решают, но когда я говорил с несколькими известными музыкантами, которые по идее являются друзьями Троицкого, я просто в шоке, потому что человек со мной говорит, как будто я ему зубы сейчас начну сверлить. что и голос и страх у человека. Почему-то многие боялись, просто боялись, потому что для кого-то это было типа какая-то совершенно страшная акция. Так что Троицкий сам удивился, что некоторые музыканты ему не позвонили просто позвонить, ему хотя бы подержать по телефону сказали. Они говорят уже о том, что они проявились так со мной связались как с организатором концерта. Так что тоже такой урок не очень радостный, но по крайней мере теперь понятно. Все те музыканты, которые были на встрече с президентом Медведевым, который организовывал этот, который сейчас с Пуделем, они никак себя не проявили в этом вообще уделе. Никак. И с моей стороны я вот Роицкий говорит, мне тоже никто не звонил, и в естественном концерте они не участвовали. Хотя многие из них Троицкого знают дольше, чем я. Борис Борисович. Ну, потом только мне парень сказал, когда все уже прошло на следующий день, что там кто-то из них озаботился. А у меня уже просто нет. Я одним матом отвечаю на этих озабочившихся. Где ж ты был-то? Просто озаботился. Вот. Так что такие дела. иски поступают. Сейчас Киселев подался, может опять приез концерт устраивать. Не знаю. Будем надеяться, что пока этот сигнал то, что сняли деньги, это немаленькие деньги, 130 тысяч рублей. Тем более Троицкий здорово бы сдержался со всеми судами. Адвокаты, суды. По три раза в день надо ходить, по три раза в неделю надо ходить в разные судебные участки, в разных районах Москвы. А у него еще маленький ребенок, годового девочка. Ну и все остальное. Поэтому он никуда ехать не может, ничего не может, только по этим государствам. Так, ну все, да, я эту тему обсудил, на все, что можно, ответил. Есть страничка в интернете, нас на сайте содержания, там появляются разнообразные последние новости, связанные с мероприятием в поддержку Троицкого Сейчас будут появляться новости по альбому. Я получил огромное количество предложений от самых разных музыкантов, которые хотят дать свой трек, чтобы для альбома. Опять, я, к сожалению, опять всех не смогу включить. Люди обижали, что я не всех включил в концерт. Концерт мог длиться неделю. Так что пользуюсь случаем я благодарю всех, кто прислал треки для рассмотрения на альбом. Но, к сожалению, я опять же не смогу все... Сколько на компакт диск, ну, час по звучанию? 74 минуты. Ну, а там, наверное, на 774 минуты. Маратуй! Ну, вот сделаем первое, там посмотрим.